В недавнем прошлом председатель Государственной Думы России, который буквально в последние сутки был назначен президентом в новые директора службы внешней разведки, ведущей спецслужбы страны. Это его первое интервью в новом качестве. Здравствуйте, Сергей Евгеньевич. Добрый день, Сергей. Товарищ генерал. Добрый день, Сергей. Сергей Евгеньевич, только вот вы чуть-чуть обновили приемную эту на охотном гряду. Появился герб Государственной Думы со свитками законов на нем. На гербе службы внешней разведки мечи. Не жалко вам менять охотный ряд на лес, как принято говорить у разведчиков? Яснево. Сергей, ну давайте сначала поможем телезрителям все-таки. Не все нас поймут с географическими названиями. Объясним всем, что лес – это такое условное название штаб-квартира и службы внешней разведки, а улица Охотный ряд – это адрес Государственной Думы, это более известно. Вы знаете, конечно, испытываю такую гамму чувств, но чуть-чуть грусти есть, потому что, конечно, здесь остаются люди, с которыми связана большая работа в течение последних пяти лет, и депутаты, и сотрудники аппарата Государственной Думы. Ну и многое сделано для того, чтобы несколько изменить лицо Думы, стилистику работы, открытость высшего органа законодательной власти страны, ну и репутацию Государственной Думы. Сергей Ильич, а вот, кстати, сказать, при всем желании поговорить уже о разведке, все-таки о Думе, вас ведь называют некоторым большим гуманистом, в силу того, что как раз вы ввели в практику работы Государственной Думы открытую трибуну, на которую приглашались и представители недумских партий. Ну, в принципе, казалось бы, пользуйся, бери, зарабатывай популярность, но прошедшие выборы показали, что недумские партии так и остались недумскими. Как вы оцениваете вот такой феномен, что было четыре партии и осталось? Ну, на мой взгляд, практику работы и открытой трибуны, и Думского совета непарламентских партий следовало бы продолжить. Кстати, на это обратил внимание и президент Российской Федерации, подводя итоги работы Государственной Думы шестого созыва. Ну, а отвечая на ваш вопрос, я бы сказал вот что. Ну, есть две категории сейчас уже непарламентских партий, есть те, которые существовали, так сказать, и во время работы Пятого, Четвертого созыва Государственной Думы, а есть отдельная группа непарламентских партий, которые были созданы по результатам принятого... Либерализация, назовем ее, да. ...закона, да. Вот, что касается второй категории, новеньких, условно их назовем, я, знаете, люблю там в полушутку, в полусерьез вспоминать исторический факт, что первый съезд Российской социал-демократической партии прошел в Минске в 1898 году, а партия стала партией власти только через 19 лет. Правда, это произошло неконституционным путем, но тем не менее. Я это говорю к тому, что нужен все-таки достаточно большой период времени, с тем, чтобы партия встала на ноги, зарекомендовала себя, нашла довольно широкий круг своих избирателей, людей, которые эту партию поддерживают. Ну, а что касается первой категории непарламентских партий, то вопрос, конечно, к ним. Очевидно, они все-таки не смогли убедить людей, избирателей в своих программах, в своих идеях, в своих предложениях, и люди не поняли, зачем нужны представители такой партии в высшем законодательном органе страны. Сергей Евгеньевич, до того, как прозвучала новость о вашем назначении, переводе в службу внешней разведки, вы успели, именно как представитель Государственной Думы, отозваться об идее отказа от плоской шкалы налогообложения. Вам теперь уже все равно? Ну, если ваш вопрос о том, все равно мне или нет, относится, так сказать, к более широкому кругу вопросов, а не только к этому вопросу, то, конечно, не все равно. Переходя на новое место работы, конечно, я буду продолжать интересоваться и вопросами развития нашего государства. Я уже не говорю о вопросах социально-экономического развития и вопросах внешней политики. Это те темы, в которых деятельность службы представлена, ну, в своих, понятно, для вас, специфических формах. Что касается непосредственно плоской шкалы налогообложения, естественно, это давно придумали до меня, я лишь совсем недавно, давая интервью комсомольской правде, сказал и довольно осторожно сказал о том, что об этом можно думать, конечно, прежде всего, имея в виду риски. Ну, то есть это не готовый рецепт, это вопрос для обсуждения. Нет, конечно. Сергей Евгеньевич, я не знаю, как устроены дела в службе внешней разведки, но предполагаю, что, наверное, там существует некий приказ номер один, который издает новый руководитель. То есть я вступил в должность, как обычно в таких военизированных организациях делается, и потом этот приказ в виде шифровок разойдется по резидентурам, по разным управлениям, отделам, штаб-квартира сверхъяснил. Ну, думаю, что все-таки не ошибусь, предполагаю, что разведчики не только телеграммы и шифровки читают, но и телевизор смотрят. Может быть, воспользуетесь возможностью и сейчас уже обратитесь какими-то первыми словами коллективу службы внешней разведки? Ну, знаете, публично отвечая на предложения президента Российской Федерации, возглавив службу внешней разведки, я одновременно и обратился к сотрудникам службы. И к этому лишь добавлю, что сделаю все возможное вместе с большим и профессиональным коллективом службы внешней разведки для того, чтобы эффективность работы службы в полной мере отвечала тому стратегическому положению в системе органов государственной власти, которая принадлежит службе внешней разведки, ну и прежде всего в обеспечении руководства страны необходимой политической, экономической и иной информации для принятия точных и выверенных стратегических решений. Вообще говорят, что российская разведка была и остается одной из единичных буквально спецслужб на планете, где вот, собственно говоря, есть эта культура, что ли, нелегалов воспитания или нелегалов отправки их на работу за рубеж. Конечно, вряд ли они так вот открыто будут смотреть российский телеэфир, но тем не менее, если в теории иметь в виду, что среди зрителей этого нашего с вами интервью есть и такие люди, а к ним бы с какими словами хотели обратиться? Ну, знаете, эти сотрудники службы заслуживают особого уважения. Это люди уникальных способностей, высочайшей профессиональной подготовки и высоких морально-психологических качеств. Но использовать телеканал для связи с ними, думаю, не стоит. Ну вот уже, да, начинается специфика, тогда немножко все-таки о специфике вашей биографии. Сергей Евгеньевич, я как-то, в общем, случайно оказался в узокромах, что ли, вашей ленинградской альмаматор, военмех в Петербурге, в УЗ, и там ваш портрет в галерее таких почетных выпускников. Про военмех известно, что это поставщик кадров не только для оборонки, не только технарии, но и, так сказать, людей специальных биографий. А в вашей биографии вот такая специальная составляющая уже бывала до этого? Ну, мое место вот в этой портретной галереи выпускников военмеха довольно скромное. Там действительно выдающиеся люди, конструкторы, системы вооружения. Да, действительно, вы правы, среди выпускников военмеха люди, которые работают в самых разных и отраслях промышленности, не только в оборонке, но и в органах управления, в предпринимательском секторе, в институтах гражданского общества. Но сразу вам скажу, каких-либо, так сказать, специальных дисциплин, о которых говорили вы, так сказать, там не преподается. Ну, конечно, о деятельности службы внешней разведки я осведомлен. То есть вам приходилось сталкиваться и со специальными дисциплинами? Я осведомлен о работе с службой внешней разведки. Я, наверное, даже понимаю, почему вы говорите, что вы, почему еще вы говорите, что вы в курсе работы специальных служб. Вы член Совета Безопасности все эти годы были и регулярно там встречались с Михаилом Ефимовичем Фродковым, который занимал 9 лет постдиректора службы внешней разведки. Прав я, что вы действительно вот не только сейчас в кабинете президента встретились при вашем назначении, но и, в общем, регулярно взаимодействовали? Ну, начну с того, что я приобрел очень хороший опыт работы, когда под руководством Михаила Ефимовича Фродкова в качестве председателя правительства работал руководителем его аппарата. А, у вас такая же случая? Конечно, у нас, конечно, и с тех пор такие, даже товарищеские, я, наверное, имею право сказать об этом, товарищеские отношения. И, конечно, все это время много встречались, обсуждали разные совершенно темы в рамках Совета Безопасности. Тем более, что я вошел в Совет Безопасности еще будучи руководителем администрации президента. Ну, и, надо сказать, что и глава государства дал высокую оценку работы Михаила Ефимовича на посту директора службы внешней разведки. Это действительно так. То есть будете общаться периодически дальше? Сергеевич, какими языками вы владеете? Получше французским, похуже английским. Читаете, разговариваете? Разговариваю, читаю. Вы же еще руководитель Российского исторического общества. Покинете его? Нет сейчас с переходом? Нет, у меня нет этого в планах. Российское историческое общество, на мой взгляд, состоялось, ведет активную работу. Ну, и если мои коллеги по историческому сообществу доверят мне и дальше продолжать эту для меня общественную деятельность, я, конечно, ее буду продолжать. Тем более, есть уже некоторые мысли. Я не исключаю в ваших глазах следующий вопрос о том, что, может быть, и Российскому историческому обществу взяться с такую тему, как история отечественных. Да, есть у меня такой вопрос, да, правда. Да, вы правы, это интересная тема. Тем более, что история российской разведки, контрразведки богатая и очень легендарная, да, много выдающихся легендарных разведчиков и контрразведчиков наверняка российско-историческое общество будет заниматься. То есть, книги статьи могло быть побольше. Конечно, в контакте, в содружестве со специальными службами нашей страны. Ну, понятно. Нам очень трудно судить, естественно, о работе СВР. Я уже понял, что многого из вас не выведаешь, да и большинство ваших предшественников, в общем, не распространяются на эти темы. За исключением, может быть, Евгений Максимович Примаков. У него в книгах, в интервью нам, кстати, ну, пару раз мелькали какие-то такие элементы. Ну, вряд ли в первый день работы на этом посту Евгений Максимович многое мог рассказать. Естественно, естественно. Но Евгений Максимович довольно много ездил по планете в той своей должности. Ну, вот, совсем открытая, я помню, скажем, его встреча с Фиделем Кастро именно в качестве руководителя СВР. Он приезжал координировать с дружественными кубинскими спецслужбами совместную работу. А вы в санкционном списке, Сергей Евгеньевич, в Соединенных Штатах, Европейского Союза, даже Украины, по-моему. Помеха – это не помеха в вашей работе? Ну, это их проблема. Ну, тем более, что мир не ограничивается Соединенными Штатами Америки, Европейским Союзом. Есть даже кубок, куда летал Примаков. Он гораздо-гораздо большей шириной. Тем не менее, что вы скажете о взаимоотношениях российских спецслужб и конкретно службы внешней разведки с коллегами из стран Запада. Речь идет исключительно о противостоянии с ЦРУ, МИ-6, БНД, по-моему, немцы называются, МОСАДом израильским, или и о сотрудничестве с ними, например, в таких вопросах, как борьба с международным терроризмом. Сотрудничество спецслужб разных стран не только возможно, но и необходимо. Я уверен в том, что при всех политических разногласиях сотрудники спецслужб могут и должны в определенных вопросах, в определенных темах, вы совершенно правильно упомянули такую угрозу современную, как терроризм, сотрудники спецслужб, конечно, должны и могут работать вместе, еще и потому, что они, может быть, лучше, чем кто-либо другой, понимают и степень угрозы, и как с этой угрозой бороться. Последнее, что я хотел спросить, что я, наверное, могу спросить, потому что дальше спрашивать страшно. Не то услышишь даже при вашей сдержанности. Если вы что-то спросите, на что я не хочу или не могу ответить, я скажу, Сергей, задавайте следующие вопросы. Сергеевич, вы воинское звание сейчас примете, не примете, как? Останетесь гражданским или, что называется, обратишься в погонах? Я остаюсь гражданским, руководителем службы внешней разведки. Ну-ка, обращаться к вам надо будет теперь как? Сергей Евгеньевич. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Надеюсь, до встречи уже в вашей новой поставке. Спасибо за... Спасибо.